Сегодня предприятие Сочи Теплоэнерго в крае возглавляет рейтинг самых злостных неплательщиков перед поставщиком газа. В этом году за голубое топливо компания задолжала колоссальную сумму – более 600 миллионов рублей. А это 44% от суммы общего долга всех краевых предприятий теплоэнергетики перед компанией «Газпром Межрегионгаз». Так, за период 2012 и 2013 года «Газпром Межрегионгаз» Краснодар подал 10 исковых заявлений. По семи из них приняты решения, вынесены решения о взыскании задолженности. Однако эти судебные разбирательства приводили лишь к частичному погашению задолженности и не останавливали Сочи Теплоэнерго в накоплении новых долгов. Задолженность достигла критического уровня, поэтому поставщики голубого топлива были вынуждены пойти на крайние меры – отключить от газоснабжения сразу 13 котельных по всему городу. Не трогали те котельные, которые питают социальные объекты – больницы и детские сады. По заверениям Теплоэнерго отключенные котельные пока работают на резервном топливе, поэтому жители никаких изменений не почувствовали. Что касается долга, специалисты предприятия объясняют, сумма набежала благодаря недобросовестным потребителям, которые не платят за тепло и горячую воду. Компании они задолжали больше 400 миллионов рублей. В первую очередь задолженность возникла по причине недополучных платежей от неплательщиков, и таких порядка 20%. Именно за счет них и складывается такая ситуация в отношении оплаты за поставленный газ. Пока Сочи Теплоэнерго остается взывать к совести злостных неплательщиков, но есть и более действенные методы. Уже сегодня в силу вступили 1600 судебных решений по взысканию задолженностей с неплательщиков на общую сумму 50 миллионов рублей. Могут использовать и более жесткие методы – выселение должников из муниципальных квартир. Законодательство этого не запрещает. Что касается даты подключения котельных, вопрос пока остается открытым. Работать в обычном режиме объекты начнут только с момента погашения долгов Сочи Теплоэнерго перед поставщиком газа. К слову, глава города Анатолий Пахомов сегодня уже поручил выработать эффективные пути решения данного вопроса.